Сразу ряд вопросов очередного заседания правительства Тверской области касался работы с безнадзорными животными. Региональным кабинетом министров был принят целый комплекс мер, направленных на внедрение Верхней Волжье современной системы обращения с собаками, кошками и другими братьями нашими меньшими, оставшимися без хозяев. В частности, утвержден порядок организации приютов, осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и контроля в данной сфере. Подробности в материале нашей съемочной группы. Проблема, касающаяся безнадзорных животных, организации работы приютов для животных, оставшихся без хозяев, назрела в нашем регионе давно. На протяжении долгого времени активисты и зоозащитники буквально бьют тревогу. Нечейных, брошенных собак и кошек на улицах областной столицы с каждым годом все больше. Никакая работа по их контролю, стерилизации и поиску новых хозяев, по крайней мере централизованно и комплексно, не ведется. С мертвой точки дело сдвинулось лишь в этом году, когда на региональном уровне всерьез заговорили о внедрении современной системы обращения с безнадзорными животными. В цивилизованном мире эта проблема, ее решение насчитывает уже где-то сотни, где-то десятки и десятки лет. И, конечно, мы очень сильно отстали. Более того, непонятная ситуация складывалась с 2018 года, когда был принят 498-й федеральный закон об ответственном отношении к животным. Прошло с тех пор уже, понимаете, сколько лет, и у нас эта проблема, в частности в нашем регионе, решалась, я бы сказал, с отставанием. Вплотную к этой работе региональные власти приступили нынешней осенью. На заседании регионального правительства, которое 12 октября провел губернатор Игорь Руденя, был утвержден порядок организации приютов, осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и контроля в данной сфере. Тема, которая, я думаю, ни то не равнодушна, потому что мы на улицах, к сожалению, видим бездомных собак, кошек, которые безответственные люди выбрасывают после того, как пытались себе завести животного компаньона. Мы считаем, что это очень важная работа, это вообще показатель культуры общества, как работают с безнадзорными животными. И мы сделали ставку на общественников, на тех людей, которым не безразлична судьба этих животных. Организацией мероприятий по отлову безнадзорных животных будет заниматься Государственная инспекция по ветеринарии Тверской области. В функции ведомства войдет отлов и транспортировка животных в приюте, их чипирование для контроля численности и внесения данных о них в единую базу. Все действия будут проводиться специализированными средствами и гуманными способами, не приводящими к увечьям, травмам и гибели животных. После того, как животное будет доставлено в приют, его поместят на карантин, затем стерилизуют, вакцинируют, при необходимости назначат лечение, а также проведут маркировку. Одновременно будет вестись поиск владельцев или новых хозяев. Если хозяева не найдутся, по истечению 20 дней не агрессивных животных, не предоставляющих опасность для граждан, вернут в естественную среду обитания. Остальные животные останутся жить в приюте. Такие заведения для бездомных животных в Тверской области будут находиться в ведении некоммерческих организаций. Всего создадут четыре таких специально оборудованных комплекса с системами водоснабжения и водоотведения, электротеплоснабжения и наружного освещения. Мы провели открытый конкурс, выбрали четыре организации, которые территориально будут расположены равномерно на территории нашего региона, и они будут принимать активное участие в этой работе. Приюты появятся в Твери, Ржеве, Вышнем Волочке и Бежицке. Там будут созданы помещения для приема животных, их постоянного или временного содержания, площадки для выгула. При этом будут учтены нормы содержания животных, включая размеры клеток и вольеров. В Тверской области в сфере обращения с животными будет осуществляться региональный государственный контроль в соответствии с требованиями федерального законодательства. Как считает депутат Тверской городской думы Дмитрий Нечаев, такой подход поможет решить проблему безнадзорных животных на территории региона. В настоящее время уже не осталось практически никаких препятствий на пути того, чтобы перейти к работе в практической плоскости. То есть у нас сейчас решены все вопросы, касающиеся законодательства, все вопросы, касающиеся нормативной документации, все вопросы, касающиеся финансовые, очень важные, они все решены. Дело, что называется «за малым», добавляет Дмитрий Нечаев, перейти от слов к работе на земле. В первую очередь, считает народный избранник, следует открыть Тверской приют для животных. В дальнейшем необходимо расширять сеть таких заведений по всему региону. И в скором времени будут заметны первые положительные изменения, считают специалисты. Продолжение следует...